Всем привет, друзья! Сегодня вторая часть, вход по талонам и в гостях в парке Ретро по-прежнему. Всем привет! Так, чё у нас сегодня будет? Что у нас? Чё? Чё и что у нас сегодня будет? Ох ты! Sunset Riders! Sunset Riders, да. Потихонечку начнём, посмотрим, поиграем и что у нас по тематике сегодня? По тематике... Я думал обсудить оборудование. Ну, хорошо. То есть, кто что пользует... Вот есть у тебя то самое кресло летсплейщика? Большое, красивое, с подголовником. Есть. Ну, оно без подголовника, но кресло есть. Как же без кресла-то? Ох, тихо-тихо, не подходи к огню. Ах, да. Ага. Опасно, опасно, очень опасно. А так вот, не надо было в бочку стрелять. Итак, можно ещё пойти к женщине лёгкого поведения в салон. Пойду-ка схожу. Так, есть у меня и кресло. Что ещё интересно? Как ты пришёл к своему микрофону с микшером? То есть, знаешь, вот есть USB микрофоны, которыми большинство пользуются. Ну, я думаю, большинство. Ну, скорее всего, да. Большинство точно пользуются именно такими вещами. Возьми. А, звёздочку профукали, да? Смотри, здесь можно как делать. Сейчас я расскажу эту историю. Ну, сперва у меня, вот, который тестовый, я два ролика записал. Это был Червяк Джим, первый ролик на канале в 2013 году или в 2012 в конце. В ноябре 2012 года это было. Так, здесь нужно наверх запрыгивать. Запрыгивай наверх. Так, а? Есть. Потому что сейчас будут стадо бежать. Стадо. Бизонов. Быков. Вот. И я раньше по работе занимался звуком очень активно. То есть, устройствами всеми, микрофонами, инструментами и прочим, 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 прочим. Вот. И, конечно же, сразу же приобрёл микрофон и микшер, потому что знал, что... Так, аккуратно. Динамит. Тихо. Сейчас рванёт. Можно было его, конечно, взять и бросить, но ладно. Вот. И купил после этого сразу же и микшер, и микрофон, потому что это реально лучше. Можно тонко и чётко настроить всё то, что ты хочешь. Нажимай старт. Ага. Есть. Отличненько. Ну вот я сейчас, как пользователь USB микрофона, скажу, что, как говорится, уже из опыта, что да, микшер нужен, нужен микшер, без него очень сложно тонко отстроить. Да. Ну, для меня сложно. Не знаю, может быть, как будто всё устраивает абсолютно. Так, аккуратно. Да, всё просто. Надо просто прыгать. Что может быть проще, да? Тут как-то можно... Главное, прыгнуть вовремя. Можно как-то делать подкаты, но я не помню, как они делаются уже, эти подкаты. Опа, ньки. Паромы не так возьму. Конечно, конечно, собираю. Вот звезду возьми, ещё что-нибудь возьми. Всё, бери. Всё, забирай. А вот подкат только что у меня получился каким-то образом. Опа. Так, женщина. Ай-яй-яй-яй. Угу. Выносит только в путь. Ах, монетка закатилась. Так, женщина. Всё. А, это наша цель. Ну, спасти надо было, конечно, мадмазель. Как же без... Зайдя сначала пару раз в салон и к женщине лёгкого поведения. Да. По пути к спасению. 20 тысяч. Да, я пошёл к сеньорите. Вот теперь разыскивается товарищ, которого нам нужно как раз-таки найти. Вот, сходи тоже к женщине, да. Она тебе поможет. Даст оружие улучшенное. О, конечно. Да, спасибо. А можно ещё раз? Нет, нельзя. Так, аккуратно, динамит. Я вспомнил, как я первый раз вообще познакомился с компьютерными играми. Не консолями, то есть консолями я к тому времени была. У нас была рядом библиотека. Так. Ну, в которую я был записан, ходил. И одно время там появился внезапно The Spectrum. О, это интересно. Spectrum это хорошая штука. И так получилось, что вот с этим вот джойстиком рычажковым. Всё как положено, с двумя страшными большими кнопками. Ну, естественно, компьютер там был для того, чтобы какую-то информацию вводить. Старт нажимай, старт, старт нажимай. Забывай этот момент. А мне сюда же нельзя зайти, да? Уже всё, уже. Ну, в другой зайдёшь, там ещё много будет салонов. Ну, естественно, для чего там должны были использовать, неизвестно. Этот компьютер. Но мы его использовали для игр. И вот ты приходишь туда часов в пять вечера. Там после школы, уроков такое. И становишься в очередь. Ага. И играли в основном в Pac-Man. А, ну да, да, да. На Spectrum самый популярный был Pac-Man, по-моему. И что-то ещё, но... По очереди пытались. А что это за мешочек? Ну, забери, стреляй в него и возьмёшь там что-нибудь. Вот, ага. Ух ты. Spectrum, да. Spectrum я помню. Это вещи, конечно, были замечательные. Опа-ньки. Поджарили меня, поджарили. Это нормально, видимо. Видишь, как я превратился в Латиноса. Так, если, конечно... А, нет, всё, я уже случайно забежал. Ладно, думал, ты забежишь. Ну, ладно. А то у меня такой вопрос, смотри. Так. Или ты отвалился? Связь не слышно, что-то? Нет, нет, я не слышу. А здесь, да? А то что-то такое ощущение, как вот пропала связь. Бывает такое иногда в Скайпе. Это уже не новинка. Такой вот вопрос, смотри. А почему именно летсплей? То есть, именно летсплей. Это из-за того, что легче их снимать или по какому принципу? Хотя у тебя есть, конечно, передача, где ты рассказываешь о играх. Я видел там пилотный выпуск, по-моему, выходил, да? Да, я вот готовлю как раз второй выпуск. Да, да, да. Где-то, что канал надо всё-таки, во-первых, регулярно наполнять. Вообще, это такой мини-тренинг ещё, к тому же, да? Чтобы развить речь. Угу. Какой-то такой навык спич. Не, ну, речь можно развить до, как бы, создания канала, по идее, я думаю, да? Но у меня обратная получилась такая цель. Обратная цель. Да. Немножко. То есть, развить её. Ну, и, конечно же, наполнение канала должно быть ежедневное. Угу. Делать каждый день какие-то передачи нет возможности. К сожалению. Я, конечно, хотел бы. Угу. Но вряд ли у меня так получится. Не, это, конечно, правильно, но... Я думаю, что всё-таки нужно как-то разнообразить. Потому что я, честно говоря, в последнее время очень сильно подустал, видимо, от летсплеев, скорее всего, и пытаюсь что-то более-менее делать, какие-то монтажики, что-то такое поновее немножко. Потому что, честно говоря, как-то устаю немножко от летсплеев, и хочется чего-то нового попробовать, и не идти по прямой, как бы, просто по каким-то зигзагам хочется удачи попробовать себя везде. Ну, а сейчас, помимо второго выпуска истории, я вот делаю два монтажа. Ну, естественно, по свободному времени. Его надо выделить так часика три, чтобы посидеть. Ну да, это очень долго уходит. У меня тоже около трёх часов уходит на это всё. Около четырёх-трёх часов на эти монтажи. Так, аккуратненько ловим бонусы, ништяки раздают. Я так понимаю, надо подальше держаться, чтобы что-то поймать. Ну, стараться надо, да, просто за тенью следить, за своей тенью, и, соответственно, вот жизнь. За тенью падающие вещи. Жизнь никто не взял, да, последнюю. Вот, и поэтому хочется как-то попробовать себя в новых жанрах каких-то, не только в летсплее, а именно в чём-то другом. Даже анбоксинги, вот как ты видел, да, у меня появились везде различные там всякие, какие-то исторические штучки, тетрисы всякие, прочее, прочее, прочее. То есть такое, что... Опа, динамит, аккуратно уходи. Ага. Очень реалистично здесь всё взрывается, я же говорю. Да, реалистично. Да. Я же говорил, здесь всё реалистично, эта игрушка отличная. Конечно, нужно какое-то движение обязательно, потому что, ну, летсплее так хорошо. Да. Снесло вас, да. Аккуратненько. Да, я думаю, что да, не стоит, как бы, наверное... Ну, это, кажется, для себя, конечно, сам решает, но... По мне, так, я хочу двигаться дальше, что-то интересное. Опять-таки, это не ради каких-то чисел делается, не ради чего-то, а именно потому, что это интересно. Так, здесь нужно приседать, я так понял. Что-то я, потому что забываю эту игрушку, проходил её когда-то, проходили мы её тоже, опять-таки, на игровых приставках, которые стояли на улице или в каких-то... Опа! Сейчас столбик. Проходили её, опять-таки, да, вот в таких местах, специально отведённых для поигрушек. Аккуратно, динамит. Угу. Ух. Сильно всё это взрывается. Вот, и... Соответственно, сейчас уже я ни черта не помню из этой игры. Уже... Ну, очень плохо уже. Помню. Опа! Я вот тоже сел проходить... Ой-ой-ой. Battle to the double dragon, и вроде бы мы проходили в детстве очень много. Всегда проходили, да, активно, причём очень. Различные, так сказать, команды собирались. Да. Но что равно... Вот я сел, и меня довольно часто там убивают. Угу. И здесь убили тоже. И здесь тоже убили. И здесь тоже убили, да. Быстро. Ну, это от того, что с непривычки, и игру-то эту раньше не видел, насколько я понял. Да. Да? Я видел буквально где-то в каком-то ролике, там, 30 секунд. Ну, хорошо, я постараюсь её немножко пройти дальше. Давай. Ох, да. Не успел я нажать. Почти повезло. Почти, да. Так, есть ли ещё какие у нас дальше темы там? Что-нибудь такое, да, что ж такое-то, ну. Попытаюсь их вспомнить. Да, тоже геймбой. Да, тоже что-то я даже не прошёл дальше. Как-то быстро всё это пролетело. Ну, я думаю, сейчас игрушку поменяем, и уже продолжим с этого момента как раз-таки с вопросов, какие у тебя есть. Так, мы снова здесь. У нас другая игрушка, так как нам не везёт почему-то в других, которые мы проходим потихонечку. И какой у нас вопрос был? Это Gunstar Hero у нас, если кто не видел, кстати. Вот. А ты играл на Сеге в Vector Man? Конечно, конечно. Одна из любимейших игр, естественно. Как же без этого-то? Это потрясающая игрушка. Интересно, я синий или красный? Я синий. Ты, видимо, синий, да. Я красненький. Угу. Да-да-да-да, всё верно. И смотри, ты можешь подбирать эти штуки, допустим, да, чтобы улучшать своё оружие. Ах, я должен подбирать ту, такие же, как я выбрал, правильно, вначале? Да, ты подбираешь, и ты можешь потом их комбинировать. То есть у тебя теперь и такой огонь, у тебя зелёненький, и, соответственно, стрелочки вперёд. Да, ты их можешь вместе комбинировать, по-моему, каким-то образом. Я не помню, то ли селик нажать, то ли что. Честно говоря, плохо помню уже, как это делается, но... Ну, игрушка смахивает на Contra Hard Corp с чем-то. Да-да-да. Но она гораздо проще. Я только пока не подумал. Но она гораздо проще, нежели Gunstar Heroes. Ой, фу, чем Contra, это здесь проще играется. Ну, смотри, сейчас подберу. А чем же брать? Так, сейчас посмотрю. А, так... Так, как брать-то действительно? А, вот, просто... О, надо выстрелить, получается, да? Ну, просто вниз нажать, да, и он упадёт. Босс. Ага. Ну, боссы здесь простые. Так, что у нас там по вопросам, по темам ещё есть? Сейчас придумаем. Нам же не сложно их наверняка придумать. Ну, наверное, да. Что вообще из последних игр, вот, именно самых-самых последних, тебя заинтересовало? Пускай и на 15 минут. Даже... Ну, заинтересовало, да, якобы? Да. Так, я не могу взять эту штуку почему-то, хотя хочется мне взять что-то. Я тоже. У меня не берётся. А, вот, взял. Я что-то взял. Так, как переключать? А, вот, нажимаешь. Видишь, у тебя мигать начинают они. А когда вместе они, то ты объединяешь оружие в одну. Ну, пока у меня не получилось. Нет, у тебя мигает зелёненький сейчас, всё правильно. Ты нажимаешь кнопку А. На А он меняет оружие. Нажми А. Нажал. Вот, теперь у тебя два оружия объединённой силой будут работать вместе. В купе два оружия. Вот. А вот сейчас у тебя снова стрелочками. Да, да, да. Освоил, да? Ну, да, я понял, что надо было на А нажимать. Только у тебя жизни очень мало опять. У тебя 4% жизни осталось. Тут, я так понимаю, тоже френдли фаер имеется. Нет, 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 нет. Френдли фаера здесь нет. Как раз таки плюс в том, что френдли фаера здесь нет вообще. А почему мы друг друга кидаем? Нет, кидать это нормально. Это как напарники друг друга швыряют для того, чтобы пройти дальше. Как, знаешь, наподобие как в Battle of Tots и Double Dragon. Да, да, да. Есть такое. Хотя я помню, там некоторые моменты было проще пройти одному. То есть напарник специально умирал. Нажимай старт. Вот бери жизнь себе. Прыгай. Ага, вот все. Вниз просто нажимаешь, да, скорее всего, и все. Да. Я думаю, просто неполная жизнь была, поэтому я смог взять. Так, наверх. Так, что из нового, ты мне вопрос задал, да? Что из нового меня прям зацепило прям? Ну, как сказать, честно говоря... Честно говоря... Что же меня могло зацепить-то так? Наверное, ничего. Ну, хотя я купил Dead Rising 3. Вот он забавненький. Я, правда, мало в него еще играл, но думаю, что это будет интересно. Ну, в всяком случае... Ты вообще любитель зомби-игр? Ну, я не любитель зомби-игр, но любитель... Хотя, что там... Да, люблю я зомби-игр, конечно, но... После происшествий с Infestation, там, допустим, есть Seven Days to Die, то как-то немножко интерес так поубавился. Но кинематографию я люблю, конечно, про зомби, обязательно. А книги? Книги... Книги я люблю больше что-нибудь такое. Так, смотри, аккуратненько вверх не поднимайся пока. Тут жизни нам дали, видишь? Сходи, забери. А как до туда дойти-то? Прыжок, нажимаешь вниз и прыжок, как обычно, на платформу смещаешься вниз. Ага. Все просто, как всегда. Так, аккуратно давай. Вниз нажимай и стреляй. Стрелять обязательно надо в эту штучку. Нет, уже непосредственно, когда, по-моему, опускаешься, нет? Не получается? Не получается. В итоге я просто умер. Да нет, ты еще живой. Просто здесь драйв очень сумасшедший. Да-да-да. Вот, я люблю, конечно, фильмы больше про зомби, там, с тематикой, там, Джорджа Ромеро, там, допустим, режиссера, знакового такого. Недавно с женой пересмотрели 28 дней, спустя 28 недель, спустя вот эти подобные фильмы. Ты же тоже смотрел их, наверное. Да, они очень хорошо получились, но мне особенно первая часть понравилась. Нажимай старт опять. 28 дней. Огонь. Босс. Да. Здесь забавные очень боссы такие, полу-3D, как будто бы. Вот видишь, ну он простой, его, вон, смотришь на счетчик сверху, видишь, жизнь его пишется сверху. Да-да-да. Это очень полезно, потому что иногда банально не знаешь, сколько осталось до конца босса. Вот, а как ты относишься к зомби, тематике, к играм особенным? Ну, вот игры мне очень нравятся, вот Left 4 Dead серия, я ее обожаю. И что вот, ну, Seven Days to Die мне понравилось тем, что там, когда она появилась, это была такая смесь зомби выживаний Майнкрафта. А, ты старт не нажал, да? Нажал. Теперь нажал. Ага, ну да, зомби выживания, нет, не нажал. А, вот теперь нажал, да. Только у нас виталийте очень мало. Сейчас нужно внимательно жизни найти, да. Что-то фризы пошли конкретно у нас, беда с провайдерами, видимо, с закрытыми портами открытыми, это нормально. В 2014 году это нормально. Осталось только звуки Dial-Up Modem. Да. Конечно, продолжить, как же так. Действительно, континью теперь сразу. Не успели мы прийти, уже сразу континью, так. И люблю книги, но не все. Вот, я, честно, люблю Андрея Круза. Ну, и читаю вот его книги. Вот у него, мне кажется, лучше всего получилось зомби-темой в книгах. Эпоха мертвых, я еду домой, если слышал. Нет, я, честно говоря, книжки русских писателей мало читаю. Но бывает иногда. Почитываю иногда. Русские писатели испанского проживания. А, даже так. Да. Интересно. Ну, больше люблю фильмы, конечно, литературу, это, конечно, хорошо. Но, хотя, след зомби-дивого Олега я прочитал полностью трилогию. Очень хорошая. Кстати, вот из более-менее последних фильмов, Мировая война Z, как ты ее оцениваешь? А я не смотрел. Нет? Нет, почему-то я пропустил этот фильм, не знаю, как это связано, но... Ну, я помню, я год ждал, смотрел трейлеры, а потом, когда я посмотрел, даже какое-то разочарование было. А, то есть не очень, да? Дело в том, что, в общем-то, все самое массовое, ну, как бы масштабное я увидел в трейлерах, как оказалось. А, то есть все. Ну, это как в игре Форест тоже, да, то же самое? Да. Показывают все фишечки в трейлере, на деле в игру заходишь и совсем не то. О, и думаешь, как так? Ждите разработки. Что не так, да. О, есть. Ну, вот взяли какие-то, видишь, пушки с тобой определенные. О. Вот так вот, да, с зомби у нас, значит, дела обстоят. Ой, тут даже пчелы есть. Да. Все, наверное, нет? Или можно дальше пройти? Наверное, да, скорее всего. Настоит дальше пойти. Это, видимо, просто такая... Бесконечная. Стадия испытаний, да. И что интересно, какие-то человечки из-за деревьев выглядывают. Почему-то мне напоминает... Да-да-да. ...момент, как в этом... Ох, я взял, зря. Напоминает момент, как в Mortal Kombat 2, когда из-за деревьев Джейд выглядывает. Я помню, эти моменты все в Mortal Kombat 2 отслеживались. Да. Пытались выяснить историю. То есть, кто же это там выглядывает. Да-да-да, я помню. Собирали данные, да. Вот, кстати, о файтингах. Угу. Какой файтинг на Dendy ты считаешь лучшим? Я-Ир Кунг-Фу. Лучше файтинга я не знаю на Dendy. Все. Я-Ир Кунг-Фу мне нравится. Ну, на Dendy файтинги это, конечно, вообще проблематичная тема. Потому что приставка очень медленная. Для динамических, динамичных игр это очень сложно. Надо было что-то делать. Как-то нужно было извратиться, чтобы сделать что-то подобное. Хотя, файтинги, черепашки, ниндзя. Но это битэмап, скорее всего. Но это больше битэмап, по-моему, нежели файтинг. Ну, все-таки это файтинг. Там же как, там есть файтинг черепашки и ниндзя турнир. А, есть, есть турнамент, да. И, на мой счет, он очень динамичный. Динамичный стритфайтера и мортал комбата Dendy. Ну, как-то так, имха. Ну, да, это и есть такое. Мне почему-то этот момент напомнил супер мидбой. Там, где постоянно... Да, похоже, да, когда зародыш, зародыш, когда роняет, да. Тебя опрокидывает, а потом ворует твою пластыревую девочку, да. Но это нормально. Так, что у нас еще по темам там есть? По гонкам. Любишь ли ты гонки на консолях? Ну, консолей у меня нет. Я играю Grand Tourism и Need for Speed на Sony PlayStation 1 и все. Grand Tourism это была, помню, самая лучшая, по-моему, гоночка. Да, 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 именно на PlayStation 1 это была самая, да, прорывная такая игрушка. Потому что в нее, помню, в игротехах играли все, кому не лень. То есть это абсолютно, даже те, кто гонки не очень любил. Ну, Need for Speed Underground 2, я уже тоже говорил, что прошел его полностью. Единственное, что мне понравилось из серии последней новодела, так сказать, Need for Speed, да, это Underground 2. Ну, я все-таки поклонник четвертой части High Stakes и Porsche Unleashed. То есть мне вот они как-то нравятся уже несколько лет. Ну, собственно, с выхода. Особенно эта пятая часть Porsche, там, где машины. Она достаточно такая на симулятор похожа уже. Четвертая часть более аркадная, это уже более серьезная. Ну, еще что я любил? Дальнобойщики 2. Да. А первый почему не любил? Первый тоже я любил, просто они мне попались... А нет, вру, вру. Сперва мне попались именно дальнобойщики 1. Мне товарищ принес диск, помню. Я еще все у него выпрашивал, дай мне переписать, но оказалось, что он без диска не работает. И пришлось искать какие-то решения. И было найдено решение использования Virtual CD программы была. Вот с горе пополам все это... А почему же я не успеваю наверх-то бежать? Ну, прыгать надо быстрее, друг друга подкидывать, видимо. Посмотрим. Ого! Ага. Очень сложно, да. А ты не пробовал аналог дальнобойщиков 18 стальных колес? Пробовал, это такой трэш, честно говоря. Мне это почему-то совсем не понравилось. Я не знаю почему, но реально мне это вообще никак не повлияло на любовь к симуляторам. Мне понравился там момент, что там моды есть. То есть можно скачать какой-нибудь интересный мод, попробовать себе там разные карты. Ну, если только мод, ну, максимум, что... Ну да, полчасика поиграть, посмотреть, вполне себе. Да. Так-то можно, конечно, но... Это реально... Такая она сама по себе оригинальная версия, она, конечно, так себе оказалась. Не особо я прям получил удовольствие от нее. Конечно, было интересно... О, жизни дали, смотри. Немножко. Так, здесь нужно аккуратно. Да, здесь нужно аккуратно. Если что, бери себе какое-то дополнительное оружие. Вот я взял себе что-то, скомбинировал. Видишь, возьми себе тоже, да. Стреляй в него, нажимай вниз, и оно у тебя возьмется обязательно. Берется? Верь в это называется. Да. И оно обязательно... Нет, что-то я не осмотрел. Ну, нажимаешь вниз, нажимаешь кнопку B, и она работает. Может, мне нельзя брать огонь? Ну как нельзя, можно. О, взял! Вот, видишь, взял, я же говорю, взял. Все берется, все работает. Вот теперь только нажми на кнопку A, чтобы у тебя включился второй режим, совмещенный с этим оружием. И будет вообще прекрасно. Вот, вот теперь совмещенный режим, да. Вот видишь. Теперь самонаводящийся огнемет. Да, что-то такое. Поэтому к симуляторам я отношусь, конечно, так. К новым вообще, как-то Колин Макрей, я только два любил играть, была такая, только два. Если помнишь такую игру, только два. Да, да, да. Только тюнинг карф. Если не ошибаюсь. Да, да, ну только два называлась она, только два драйвер, по-моему, потому что... Так, вся надежда на тебя, ты должен победить их. Хотя у тебя одна Виталийти осталась. Да, давай, давай, еще немножко, еще, еще, все. Есть. Вот, в общем-то, Токо 2 я любил, потом Битл Крейзи Кап мне понравился, где гонки на жуках, на стареньких машинках, там также ралли было по бездорожью, потом гонки на багги. Так, вот еще один босс, давай, вся надежда на тебя. Я почему-то умер внезапно. А, почему он не хочет умер? А, вот сейчас захочет уже, да. У тебя жизнь тоже. У меня было очень много жизни. Да. Ну, постараемся сейчас пройти немножко. Так, опять отсюда, да? Кстати, нет ли у тебя желания еще в Infestation поиграть? В Infestation нет, желаний никакого нет. И, наверное, не появится уже никогда. Потому что эта игра уже все исчерпала себя, и уже желаний вообще никакого у меня нет в ней выиграть. Почему-то. Я не знаю, с чем это связано, конечно, но... Как-то почему-то вообще никак не хочется в ней играть. Мне хватает Seven Days туда, и... Ну, Rust это уже все уже. Rust уже, в принципе, неинтересен стал. Ну, он же там какой-то новый тест, бета-билд, или как его там назвали? Ну, есть такое, но понимаешь, в чем дело. Просто уже все поиграли в Альфу, которая была, да, непосредственно выходила. Ну, то есть все уже наелись. Все уже наелись этим Rust, и я уже смысла просто не вижу. Что еще можно там играть, и что там можно делать уже в этом бедном Rust. Так, здесь нужно над ним скакать лучше. Ай-яй-яй-яй. Угу, аккуратненько. Вот так вот проще. Как-то ты мной убил босса. Ну, да, так проще делать, да. Поэтому я... Вот, возьми жизнь. Вот, я понял. Все, научился. Вот я теперь возьму. А, нет, не получилось. Бери. Отлично, по 108 у нас. Нормально, сейчас как раз и босса победим. Вот, поэтому, я думаю, наелись уже многие этим разом. Так, запрыгивай. Угу. Так, аккуратно. Главное, ко мне близко не подходи, потому что я тебе могу швырнуть опять куда-нибудь. Лучше мы будем босса сейчас, да, шпынять. Ой, аккуратно. А-а-а, какой ты! Вот, аккуратно. Лучше с краю где-нибудь держись там, да. Потому что... Ну, ничего, сейчас мы его быстро положим. У него очень мало жизни остается. Так. Он очень быстрый. Угу. Ну, ничего. Чуть-чуть-чуть. Жизни, да, совсем мало у него. У тебя вот Виталити очень мало. Все, победили мы. Да, я бы сказал, даже ноль. Двадцать шесть, нормально. Разделили, видимо. О, друг пришел. Еще босс. Тут боссы подряд идут. Ну, это интересно, конечно. Так, куда же мы спускаемся? На землю или нет? Опять в небесах будем воевать. Думаю, уже в небесах. Угу. Да-да-да, все, отходи. Угу. Сейчас мы его положим. Вот какой, а. Похож на Абоба почему-то. Да-да-да. Но он такой серьезный. Так, я, походу, умер, да, где-то там? А нет. А, вот в чем фишечка. Тут вертолет качает и тебя к нему двигает. Да-да-да. Есть такой момент. Но сейчас мы, походу, проиграем. Учитывая, что я тоже крякнул. Наверное, с этого босса будет. А, нет, опять сначала. Это плохо. Это очень плохо. Так, что у нас еще там по темам есть? Ты помнишь такую игрушку, как Battlezone? Battlezone, да, помню, помню, помню. Ну и как тебе? Ну, первую часть, я помню, мы играли по сети. Меня товарищ заставил с ним поиграть. Да, прям заставил? Ну, он говорит, вот давай, я все настроил. Приходи, сейчас будем играть. Вышла игра там. Начали играть. В принципе, ничего. Во-первых, мне понравился этот сюжет. Двух космических державок США и СССР. А, ну это интересно, да, кстати. Вот это вообще было нонсенс небольшой, но все-таки. Вот. Ну и, конечно, вторая часть понравилась больше в плане того, что и графика улучшилась, и добавили удобство управления. Стало оно больше шутерное для главного героя. Ну да, да. Более инстинктивнее стало управление. Потому что и раньше, ну, по крайней мере, мне было тяжело. Хотя, может быть, потому что несколько лет прошло. Ну, очень, возьми жизнь, но очень своеобразная игра, конечно. Да. А как тебе XCOM? А, ну, XCOM это классика легендов, в которую играть должен каждый. Да. Ну, так, здесь мы сейчас постараемся его уложить и пройти дальше, конечно. XCOM я недавно скачал, там, столкнулся, конечно, с совместимостью, опять, очередными там, шрифтами и прочим, прочим, прочим. Так как и семерка это уже, естественно, next-gen, грубо говоря, как и восьмерка, к примеру, если брать. Но, в целом, конечно. Ну, вот сейчас я ищу различные старые игрушки. Они идут уже специальные билды. Спатьчины. Энадзиасты делают. Да, которые позволяют играть на семерке, восьмерке. Нажми на кнопку А, у тебя опять одно оружие работает. Еще раз. Ага, вот теперь двойное. Двойная мощь. А как он возле меня летает? Я уже пробовал. Двойная мощь, так. Нет, не возле тебя, все нормально, попадаешь. Да, уже полетело. Ох, что это такое? Гасим, сейчас мы его загасим, немножко остается, да, совершенно. Так. Ну, да, XCOM и эти DOS-овские игры, конечно, вообще интересны. Я нашел даже какой-то сборник, там около 400-440 игр, по-моему, лучших. Там какой-то тоже товарищ собирал сам эти игрушки, я не знаю. Но я еще не смотрел до конца, там Dungeon Keeper первый, Dungeon Keeper второй. Да-да-да. Все думы там. Все готово. Даже второй впихнули в сборник 400 игр. Ну да-да-да, там просто... Ну он весит очень много, там около 4 гигабайта, и вот именно лучшие игры собраны там. А, кстати, о Dungeon Keeper тебе игра понравилась? Ну, она какая-то своеобразная и не всегда логичная, конечно, но в целом очень даже неплохая. Если так подумать на вскидку, то в целом можно поиграть. Ну, своеобразная, конечно, очень своеобразная. Первая часть была такая, ну, во второй мы уже знали, что ждать. Да, а первая была... А первая, да. Необычная, но очень необычная. Необычная, да. Вот в плане необычности, конечно, да, они молодцы. Удивили. Ну вот из последних игр я могу вспомнить подобные. Это Evil Genius, если помнишь. Там тоже вся вот эта фишка с подземельями, миньонами. Где нужно, да, правильно распределять силу. Ловушки эти строить. Ну, конечно, опять же, это уже чуточку не то, потому что мы это видели в Dungeon Keeper. Да, да, да. Поэтому уже было привычно как-то смотреть и думаешь, ну, похоже, да. Похоже, поэтому... К тому же нельзя было вселиться. А, вот это да. Да, нельзя было вселиться. Это тоже минус такой был немножко. Ну, привыкаешь же к хорошему, а тут бац, смотришь, вроде бы похоже. Знаешь, как игрушка Сакрот тоже. Да. Вроде бы Диабло, но не совсем. Вроде бы Диабло, но своя атмосфера какая-то определенная была. Да, то есть... Это ожидаешь-то то, что ты получила Диабло. Да. Ну, а в итоге получаешь совсем другое. И думаешь, что ж такое-то? Или как Nox, например, взять, да, и сравнить с Fallout'ом тоже. Ну, да. То же самое. То есть, что-то общее есть, но не то. Хочется чего-то более. А вот сейчас вышла Wasteland 2. Как тебе вообще? Я помню Wasteland старую. Ну, DOS'овскую, да. Это очень хардкорная игра. Она текстовая, конечно, да, была. В общем, да. Но это не мешало. Во вторую я еще не играл. Во вторую еще не играл. Я слышал, что на нее собирал Kickstarter. Жизнь, возьми, сходи. На ней. Ага. Сейчас успеть. Ну, они уже выпустили ее полностью, по-моему, да. Все, уже официальный релиз состоялся. Ну, да, я в прошлом году, если не путаю, узнал, что они там собирают деньги. Ну, да, уже выпустили. Надо будет посмотреть, оценить. Так, а что мы тут делаем? Ну, здесь кубик надо подбрасывать. И сколько он очков выдаст, туда мы и пойдем с тобой. Два. Taken Item. Ну, Happy Item Room. Сейчас нам вещи-то тут какие-то. Дадут нам добра. Надо, наверное, купить, я думаю, Wasteland 2, посмотреть. Хотя многие, конечно, ее раскритиковали очень сильно. Так, ты куда? Поднимайся наверх, забирай что-нибудь, да. Жизнь хочешь, возьми. Вот, все. Так, извини. И я хочу, наверное, вот эту взять. Ну и поменяй, да, немножко себе. Вот как-то так. Угу. Такая мини-игра здесь получается. Ну да, то есть, да, просто дают возможность какую-то. А во что собираешься играть вот в ближайшем будущем? В ближайшем будущем во что играть? Так, теперь ты вращай кубик давай. А. Стреляй в него. А разве стрелять надо? А что делать? Подожди-ка. По-моему, его хватать надо. Попробуй его схватить как-то. Я хватал и бросал. А, да, действительно, точно. Что-то я сразу внимания не обратил. Так, теперь я, да, значит, пошел куда-то. Да. Должен, по идее. А, ну да, я с боссом буду драться. Такой сюрприз. Мне не повезло, да. Немножко. Ну ничего, сейчас я его быстро сделаю. Босс напоминает смесь этого, как его, хэткраба из чужого. А, фейсхангера. Фейсхангера. И червяка из дюны. Ну да, и получается в итоге контр-хардкорпс в итоге. После всего всех вот этих вот штучек таких. Соединений алхимических. Так, снова кубик. Так, еще раз кидаем. Один. Теперь ты кидай. Так, а подождите, чем кидать? На Б. Вот так вот. А, подожди, надо присесть было. Нет, просто нажать Б и все. Эх. Ну ничего. Так, что у нас еще есть на обсуждении? Есть еще что-нибудь осталось? Сейчас вот привспомним. Привспомним. А, это ты играешь. Я уже начал было. Слушай, а так вот, я тебя спрашивал, что ты в ближайшее время будешь играть? Во что? Скорее всего, Wasteland 2, наверное. Вот в нее, да? Чего-то я так подумал, да. Будешь делать на нее видео? Скорее всего, может быть, для второго канала, но не факт пока. Кстати, раз вспомнили второй канал, как идет продвижение с игрой, которую ты разрабатываешь? Сейчас все в порядке, появился художник, он рисует, и вскоре я, наверное, на следующей неделе начну уже наполнение карты и первой локации, и, соответственно, уже будет какой-то сюжет, и можно будет побродить по этой карте, поговорить с людьми там, которые будут. Так, давай, кидай. Это, кстати, будет от третьего лица. У меня почему-то не кидай. А, вот, надо было просто пересесть. Да, от третьего лица. Так, еще раз давай, еще раз кидай. Угу. Это что ж так не вижу? Вот теперь ты будешь сражаться. Да. Почему-то у нас однерка выпадает часто очень. По-моему, игра читерит. Навряд ли. Так, тебе нужно здесь по цветам продвигаться. Смотри внимательнее. Бей, да, у тебя открывается выход. Один раз бьешь. Вот, пробегай. Бей дальше. Так, вверх теперь прыгай. Вот, или так можешь пройти. Надо было просто не бить постоянно. Да, да, да. Ну, можешь в прыжке также еще бить, прыгать. Так. Вот, отлично, еще наверх тебе нужно подняться. Вверх бей, желтую. Так, действительно. Желтую вверх бей. А, нет, так не получается. Нет, значит, другой путь надо искать. Вот сюда, пожалуй. Да, видимо, сверху надо отсюда прыгать. Вот прыгаешь, что-нибудь бьешь, желтую. Я увидел, как надо проходить. Угу. Если бы я только не бил лишний раз. Вот. Так. Угу. Вот. Наверное, красную надо бить. Слева. Нет. Ну-ка, желтую, ударь желтую теперь. А, время вышло, все. Не повезло. Не повезло, ничего страшного. Ну, в общем, игрушка двигается потихонечку. Надеюсь, что скоро выйдет уже. Нет, я про своими видеоигрушку. Ну да, будем на ней летсплей делать. Ну, как сказать. Может быть, опять один. Да что ж такое-то? Почему один? А ты уже создавал в Стиме группу или как там, по игре? Нет, пока еще нет. Greenlight я еще не делал, поэтому пока нет. Она же совсем ранняя версия. Нет смысла вообще ее пока туда засовывать даже. Вот когда уже будет первое что-то, уже более-менее... Вот тогда я, конечно, да. Но когда выйдет уже более-менее какая-то играбельная версия, тогда можно будет. А так смысла пока не вижу. В пустую. Первые версии Фореста с тобой не согласны. Не, ну Форест это Форест. То есть вообще первая альфа у них была самая лучшая. Хоть там было много багов, но она хоть была играбельной, это был фурор, это было интересно, это было необычно. А сейчас они все постоянно... Какие-то контейнеры появились, какие-то новые локации появились, еще что-то появляется. Так, твоя очередь кидать. Так. Два. Опять сражаться. Да. Так, что у нас еще и с тем есть? Тогда постараюсь. Этого человека... Ах, что-то неудобно. Да нет, нормально он... Сбрасен. Неплохо. Да вроде бы... Ай-яй-яй, кусает, кусает. Наверное. Так, какой там вопрос-то был? Вот, я хотел как-то спросить, задавай мне вопрос. Интересно ответить что-нибудь. А у тебя был ли Комодор 64? Или где-то я встречал, или ты его вообще? И даже не встречал. У меня вот только был из ближайших, это Зек Спектрум у соседей, у одного соседа, и 486-й у второго соседа. А приставки у тебя какие-нибудь есть в данный момент? Нет. Я когда купил компьютер, у меня лежала Несс уже какое-то время, и я ее подарил, по-моему, у мамной подруги был сын младше меня, и ему и подарил. А теперь жалею. Ну да, Несс, конечно, оригинальная была или какая? Нет, был какой-то китайский клон, но мне там очень нравились джойстики. Они были не прямоугольные, как у Несс, а вот ближе к Сеговским. Такие эргономичные. И пистолет там был такой, знаешь, беретта вот эта такая классическая. Черный? Да. Полностью черный был? Полностью черный. Может быть, Лифа у тебя была? Или Вариор какой-нибудь, Вариор Найт, что-то такое было черное приставка. Возможно, она будет мне посмотреть по Лифе. Она была не очень широкая, она была чуть уже, чем обычная Денди. Не было рычажка, который выдвигал картридж. Ну да, 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 там просто вытаскивать его надо было, да. Ну что, надо посмотреть. Я вообще не помнил даже, какое у нее название модели. Вот Лифу надо поискать. Опять босс Смайлики. Ну да, да, здесь меняются. То есть, чтобы дойти до главного босса, нужно пройти кучу разных боссов. То есть, так, я помню, мы играли, когда с Олегом на стриме, в эту игру еще то же самое было. То есть, недоумевали немножко, что надо делать вообще. Как-то вот оно что. То есть, играешь как бы в настольную игрушку и... А Супер Нинтендо ты пробовал играть? Да, была такая приставка у одного товарища, но играл я в нее один раз только. И к нему вообще, в принципе, в гости невозможно было попасть почему-то. Я не знаю почему. То ли у него строгие родители были, то ли что. Но, в общем-то, он говорил, что у него есть Супер Нинтендо 64. Но никак. Один раз я только увидел ее, один раз поиграл, и все, и больше не получалось никак. Вот единственный мой опыт, наверное, был, когда я видел Супер Нинтендо 64. Больше я ее никогда не встречал. Так же, как и с Дримкастом. Я его вообще не видел, Сегу Дримкаст. Сега Сиди видел, Сегу Дримкаст нет. Ну вот я тоже, к примеру, тот же Супер Нинтендо видел в игротеке. И там народ играл в Донки Конг, по-моему. Была там такая игрушка. Играл в Донки Конг? Там, где обезьянки. Да, конечно, конечно. Играл еще даже... Есть первая версия на Нинтендо. Донки Конг, правильно? Да. Вот, есть на Нинтендо первая версия. Потом есть также на Сеге тоже версия. Но она красивая, конечно. На Супер Нинтендо есть, насколько я помню. Тоже Донки Конг. И смотрится неплохо. Но я не фанат, честно говоря, такой игры почему-то. Ну, на мой взгляд, она чем-то похожа на Соник. Поэтому и подумал, что если нравился Соник тебе, то, возможно, Донки Конг тут уже любитель поиграть. Ну, честно говоря, как-то не очень. Я любитель Донки Конга, конечно. Соник это Соник. Соник совсем другая, конечно. Отрасль там, игровая. Совсем немножко по-другому все это смотрится. Вот, но... В целом, да. В целом, можно поиграть. Но именно, чтобы прям вот сидеть и заигрывать в эту игру, то желание не особо. Она своеобразная очень. То есть, как-то сама концепция меня не особо устраивает. Поэтому я как-то отношусь к ней так скептически немножко к этой игре. Вот, и как-то не пошла она у меня почему-то по пути такому наслаждения, чтобы у нее играть. Поэтому я ограничился другими играми. Кстати, вот в Джангл Бук ты играл на Сеговский и Дендинский вариант. Да, конечно, конечно. Хотя... Они там немного различаются. Очень сильно различаются, на самом деле. Но... Даже по формату игры. Ну, как бы понятно, что аркада и то и другое. Это аркада, это аркада, да. Это я играю. Наверное, мы опять отвалились. Нет, это я играю. А, значит, да, видимо, мы отвалились, скорее всего. Вот. Сейчас проверим. Ну, поэтому Джангл Бук... Хотя многие называют Джангл Бук на Денде очень унылым. Очень желтым, однообразным. Но, во всяком случае, мы его проходили. Это было интересно и неожиданно, когда я играл в Джангл Бук. А когда появилась уже Сега потом, лично у меня, когда я ее купил, то я играл, конечно же, и в Сеговский Джангл Бук, что было гораздо интереснее. Ну? Да, Сеговский он более... Ну, красочный, конечно. Там анимация получше. Да. Конечно. Было бы странно, если бы она была хуже, чем на NES. Ну, во всяком случае, получилось. Получилось и пройти, и ту, и другую часть. Ну, очень хорошие игры. Ничего не могу сказать. Расхождение, конечно, с мультиком есть, потому что все тогда привыкли смотреть мультфильм. Да. Он как раз в эти года и вышел. А помнишь такой шутер от первого лица для Сеги, как Zero Tolerance? Ну, да, я делал на него смотр на канале, конечно, да. Есть такое дело. И своеобразная игра. Это было некое подобие Думы, конечно. Когда Думы я еще не видел вообще. Это было очень интересно играть. Потому что там можно было и прыгать, бить с ноги, стрелять. И вообще она была симпатично сделана. Хотя сейчас многие смотрят и плюются, говоря, что отвратительная игра. Как в нее вообще можно было играть? Ну как, обыкновенно играли. Это был прорыв. В 3D еще была игрушка Corporation подобная. Играл в игрушку Corporation? Название знакомое, но, возможно, я и в нее все-таки не играл. Ну, там про лабораторию мутантов и, в общем-то, некое подобие тоже Zero Tolerance. Только Zero Tolerance это уже совсем другой немножко сюжет космический. А там на Земле, но лаборатории там очень огромные монстры были. И нужно было тоже проходить по уровням. Такая своеобразная игра была. Но, во всяком случае, было интересно. Ну, у меня вопросы закончились. В принципе, я думаю, на этом можно завершить нашу вторую часть. Нашу вторую часть в гостях был паркер ретро, поэтому ожидается еще один выпуск входа по талонам. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Какие-то темы предлагайте. Обязательно учтемся. Да, будем вам рады. Да, обязательно. Спасибо большое. А дядя Женя что пригласил? Не за что. Рад был с тобой пообщаться. Не сказано. Подписывайтесь на каналы, поэтому. Так что сделайте добро, бро. Поэтому мы с вами прощаемся. И до новых встреч в рубрике. Всем пока. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok